У меня в театре единиц, выключу свет в зале, не могу говорить, глядя людям в глаза. 44 года на сцене, боюсь, когда на меня смотрят люди. Это называется фобия, да, или что-нибудь такое называется. Сейчас свет выключится, у меня мысль включится, потому что я не знаю, что говорить, пугаюсь каждый раз. Мы сегодня продолжаем цикл читок наших. В июне месяце мы читаем лучшие пьесы, на взгляд жюри фестиваля Евразия, лучшие пьесы, которые были присланы в этом году на конкурс. Жюри у нас в составе одного человека. «Солнце русской драматургии» Николая Калюды и больше никого нет. Уже несколько лет так. До этого было, звал я Пашу Руднева и всяких разных москвичей. Они читали, тащили своих. Я ругался, тащил своих. Потом я придумал номинацию «Новая уральская драма». Для того, чтобы своим не давать премии, и даем там отдельно другой номинации. Ну вот, значит, сложно все это было так достаточно. В этом году так много хороших пьес, это просто что-то невероятное. Вот сидят здесь студенты ЕГТИ, мои ученики, и должны я сказать вам, что вот я ваши опусы, все вот так вот, как на опаре. Давай, давай, вперед, и рассылаю, и помогаю, и все. Слушайте, говно все это, все, что вы пишете. Это правда. Что? Правда. Потому что так много хороших пьес пришло из разных городов и стран, что прямо удивительно. Ну вот и одна пьеса пришла уральского драматурга, пришла на конкурс пьеса Ивана Андреева. Он не мой ученик, хотя там пару раз, по-моему, был всего лишь на занятиях, послушал, но ему этого хватило всего лишь два раза. Некоторые по четыре года ходят, они могут научиться пьесы писать. Ваня Андреев работает на четвертом канале, как вы знаете, он где-то здесь. Где Ваня? Ваня, встань, мы тебе похлопаем. Похлопай, Дима. Я его заметил на конкурсе Евразия в прошлом году с пьесой Чихуахуа. Такое вот, такое название. Надо сказать, что пьеса мне не очень нравится. Она такая московская, в московском стиле все-таки написана. И я знал, что вот на Любимовке она будет с огромным успехом просто восприниматься. Так оно и было. Там, значит, в Москве москвичи хохотали над каждой фразой. Ой, как смешно, как это здорово и остроумно. Но мне кажется, что так себе. Но третью премию Ваня-то получил, да, по-моему, в прошлом году. Ну вот. А в этом году, сообщаю вам новость, потому что жюри-то уже давно подвело итоги. Значит, за пьесу, которую Ваня прислал на конкурсе, которую вы сейчас будете слушать, Ваня получил первую премию. Вот так. 25 тысяч рублей и диплом, и еще вот такая елочка. Как водится. Так что все решения жюри появятся только через неделю. Вот мы так держим интригу. Но для вас я сообщаю. Вы, пожалуйста, не сообщайте где-нибудь в фейсбуке, нигде там. Хотя, черт с вами пришли. Честно скажу, не потому, что Ваня работает на четвертом канале и делает нам рекламу. Ну какая нам реклама, товарищи? Зачем она нужна? У нас всегда полный зал, каждый день. Без Вани, так что называется. И не потому, что я люблю четвертый канал. А я его действительно люблю. И здесь, и Рита, и Женя, и многие другие из четвертого канала. Спасибо большое, что пришли послушать. А потому, что пьеса замечательная. Вот эта пьеса, которую написал Иван Андреев, она про Россию. Она не для Любимовки, она для нас, для всех, для русских, которые сели в какой-то плацкартный вагон. И куда-то едут, едут и жрут эту курицу, гриль. И что-то говорят, и всю жизнь дровь рассказывают. Вот там идут в тамбур, где нельзя курить, договариваются с проводницей. А, кажется, можно курить. И вот какая-то жизнь, жизнь, и что-то кажется, что с этими людьми ты не имеешь никакого кровного родства, такого вечного. Оказывается, есть оно, это родство. Вот этот вот 606-й смешной, или как он там называется, поезд, который куда-то едет и едет. Непонятно куда. Очень хороший пьес. Просто супер. Ваня, я тебя поздравляю. Я надеюсь, что мои артисты очень хорошо ее сейчас прочитают. Я выбрал самых лучших, народных, заслуженных. Ягодина, Ворожцову. Так что в течение часа они вам представят эту пьесу. Давай громче музыку.